Смотри, абсолютно очевидно, что оккупационная власть вела абсолютно успешную для них, но горькую для нас информационную политику. Если углубиться в историю, чуть-чуть углубиться, в школьную программу этого хватит. Это повторение пройдено, вплоть до лозунгов некоторых. То есть ничего нового оккупант не придумал, просто качественно промывают мозг. Естественно, что должен быть какой-то ответ, должна быть здесь блокада вот этой оккупантской мысли. И мне кажется, что библиотека, в которой, кстати, открывается прекрасный вид на Крым, может в принципе стать вот этим самым хабом, который сможет донести людям ту информацию, которая на самом деле для них очень важна. Просто есть еще такая людская особенность, что недостаток физического мы ощущаем. То есть если у нас не хватает еды, не хватает лекарств, мы это ощущаем. Недостаток духовного ощущается спустя долгое время. И вернуть назад утраченное крайне сложно. Гораздо проще проводить профилактику. То есть возвращать Крым назад будет крайне сложно, безумно сложно. И я без понятия, сможет ли он вернуться полноценно в ближайшие 10 лет, например. Даже если завтра физически он окажется здесь. Нужно еще ментально это как-то принять. А то, что он на моей только памяти 23 года уходил, причем целенаправленно, это факт. И как-то уже нужно справляться с этим, сохранить свою область, которая, кстати, под угрозой тоже. Можно проводить вот такую профилактику.